Здравствуйте. Мировые религии и мир вещей. Такое у нас сегодня название. Но надо сказать, у нас перед вами должок. Мы хотим вам его заплатить. И кроме вот вещей, которые так или иначе связаны с конкретными мировыми религиями, нам, наверное, нужно поговорить по поводу, не договорили мы с вами еще о том огромном мире талисманов, оберегов, вот таких вот вещичек, которые, честно говоря, с точки зрения материалиста, чем, собственно, отличаются от, с точки зрения материалиста, я подчеркиваю, материалиста, не с нашей точки зрения. Слово материализм – это ругательное слово. Мало чем отличаются от разных вещей из мировых религий. Это, конечно, ересь, все нехорошо, поэтому так говорят материалисты, мы так не говорим. Итак, закончим сначала с миром талисманов, амулетов, которые еще не имеют отношения к мировым религиям. А мировые религии, между прочим, знаете, как они называются? Авраамические религии. Это имеется в виду три мировых религии. Значит, христианство, иудаизм и магометанство или мусульманство. А еще одна из мировых религий – это буддизм, вот она не авраамическая. Я хотела бы вас немножко вот так сказать, что иудаизм, он не является мировой религией по определению обществоведов. Лично я считаю его мировой религией, ну, как такую вот, ну, важную основу мировой культуры и вообще мира. Но вот, к сожалению, обществоведы не считают иудаизм мировой религией. Ага. А вот зато вот авторы, значит, энциклопедии национальности, да, они считают мировой религией, потому что говорят, что вот еврей – это не вот какая-то определенная национальность, а это просто лицо, исповедующее иудаизм. Таким образом, евреи – это такое же слово, как, скажем, христианин. А ваши эти хваленые обществоведы не считают иудаизм мировой религией, потому что считают, что это религия только одного народа еврейского, да? Так и христианство, и религия одного народа христианского, а мусульманство одного народа мусульманского. Ну, вот и все. Кстати говоря, при царе-батюшке у нас тут не было, значит, в анкетах пятого пункта национальности, его заменял пункт, который назывался «Веросповедание». Вот таким вот образом, вот так. Ну, перейдем все-таки к амулетам. Вернемся, называется, вернемся к амулетам. Вообще-то, очень важный был такой признак, потому что дети, они больше всего подвержены всяким дурным влияниям, как таким духовного плана, так и плана, которым можно просто заболеть. Медицина была очень плохо развита. А я пока буду картинки показывать. Да, медицина была очень плохо развита в то время, и приходилось использовать разнообразные необходимые вещи для охраны детей. Вот такой кукиш, например, могли повесить над кроватью ребенка, как такой, как погремушку. Вообще, вот все эти кружочки и разнообразные вещи, они вешались над кроватью, чтобы отгонять злых духов. А погремушки они отгоняли тоже злых духов своим криком. Громом. Громом, да. Вот, это, кстати, ноги, это мужской амулет, вот изображение стоп-вишну, который, кстати, иногда могли носить и дети. Индийский амулет, да? А это вот дама с амулетами какими-то едва видными, да? Да, но это не относится, конечно, к детям. Сейчас мы немножко перейдем дальше. Вы пересеньте, там следующее должно быть первые детские амулеты. Вот он, детский амулет, да? Нет, но это не... Это вешалось у детской кроватки. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Кстати, серьезно, вот такие вот вешались вещи над кроватью детей. Это в чьей-то древнегреческой традиции, да? И вообще в европейской тоже. Вплоть до 18 века в бедных деревьях могли такое вот увидеть. Ужас какой, режиссер даже не хочет это показывать. Ну вот бубенцы часто вешались над кроватью, потому что считалось, что когда ведьма полезет ребенка доставать из кровати, то на день бубенцы родители услышат об этом. Многие вот такие вещи, амулеты, они клались на вожденном на дно кроватки или люльке. Например, щетку, чтобы ведьма тогда, когда она придет воровать младенца, она начала считать волоски у щетки, а не украла младенца. Также клали туда нож или ножницы, чтобы вот кинжал, например, могли такой положить, чтобы ребенка никто не украл, а все, что нехорошее, оно на этот нож напоролось. Также могли быть элементы соли, хлеба, три горошина, три зерна, какие-то священные предметы могли. Вот, например, вот такой ребенок вполне мог ходить вот в то время средневековое. Это вообще... Да, вот он, видите, весь прямо в амулетах, из амулеченной, да? Один, над одной болезнью амулет подействовал, его хранят, держат, да? Да. И, кстати, и имя бывало, вот, бывало иногда к своего рода амулетам, правда? Да, давайте все-таки я завершу про имя чуть позже, поговорим немножко. Могли в кровать положить первую страничку Евангелия или кусочек с первыми буквами из Мессы. Вот очень важно было. Мы вешали на шее крести в европейском регионе на красном шнурке, исключительно на красном. Считалось, что они боятся все эти ведьмы и колдуны красного. Также коралловые нитки, камешки с дыркой, рога, сердечки якоря, все это вырезалось из коралла. Особенно дети охраняли ребенком там, где в семье дети уже до этого умирали. Любопытным примером такой культуры могут служить какие-то туркменские регионы, туркменского региона амулеты. Очень любопытные и такие красивые. В Туркмении ребенка, недавно родившись, сейчас вы видите булла, это амулет, который носил римские дети, свободорожденные. То есть это могут показатели социального статуса, как и в Туркмении тоже. Чем богаче, как бы вот, вот тоже, давайте увеличите, да. Ага, вот это могу. Да, это вот все, это из, как бы, Туркмении. То есть на мальчику нашивали и на шапочку раковинку каули, тканевые либо деревянные треугольники, бусины из голубой пасты, белую, черную или голубую пуговицу, монету, перья совы, на шею подвешивали кусочки дерева, матерчатую ладоньку на перстой тесьме с молитвой внутри. А это по гремушке внизу, да? Часто, ну, нет, это, ну да, но это вообще амулет для мальчиков. Он носился на спине, когда он чуть подрастал, как лук, это изображался от глаз дьявола. А потом вот мальчики носили, как бы, вот, ну, такие вещи для, на спине, вот, от глаз дьявола. Это нагрудный амулет, вот, из Туркмении тоже, Туркменистана. Тут после пяти лет уже такие дети одевали амулеты. А там, по-моему, наверху, как черепа украшают, да? Да, черепа, стилизованные черепа. Девочек охраняли многочисленные ушные или носовые амулеты, шелковые нити с бусиной, бисерные украшения разнообразные, серебряные такие треугольные ладоньки. Вот это вот садебная шапочка, тоже из Туркмении, вот тоже могли одевать во время свадьбы. То есть, когда, в принципе, со свадьбы связывали переход человека из детского во взрослую жизнь. Вот тут такая традиционность, это еще, знаете, как говорят, навязчивое состояние, да? Вот надо обязательно что-то сделать, да? Обязательно плюнуть через левое плечо, да? Это вот называется, так сказать, бред навязчивого состояния в медицине. Вот так вот он проявляется у людей. Вот, собственно говоря, оказывается, вот эти бредовые, такая вот, потребность у людей, определенные амулеты, да, составлять, определенные традиции соблюдать, это своего рода вот двигатель культуры. В прошлый раз мы выяснили, что вот у нас, как это называется-то, мы боимся, анархофобия, да? Анархофобия, да. Арханофобия. Арханофобия. Продолжайте, пожалуйста. Ну, появляются также и очень важные синкетические амулеты, они приходят в мир уже после прихода таких вот великих религий монотеизма. Они кресты особую функцию обретали. Если раньше в Древнем Риме крест считался позорным символом, потому что на нем распинались самых таких матерых преступников, да, то уже потом кресты, как и кельтские, становятся символами христианства. Также миниатюрные Евангелия начинают сноситься на цепочке, разнообразные ладонки с соображением Марии Иисуса Христа и разнообразных святых апостолов, капсулы с реликвариуми из места разнообразных и священных, и другие такие вот красивые вещи. Во многих европейских регионах традиционный охранный набор, они совмещали в себе как и христианские символы, так и символы языческие. То есть на ребенка одевали крестик, но одновременно там могла быть и зальчая лапка, и коралловое вот такое украшение, и куриный бог. Вместе с Евангелем лежало волшебное слово абракадабра, которое писали, съедать, когда человек заболевал. Также к синкорическим амулетам можно причислить перешедшие из Византии древнерусские змеевики, как печати двоеверия. Христианство, изучество, на одной стороне изображалось Иисус Христос, или Божья Матерь, или кого-либо святой, а на другой стороне фигура человека в полный рост, который обвивает змеи. То есть змеевидная композиция, такое изображение языческой головы или полночеловеческой фигуры, что как бы должно было человека предохранять от змей. Также с распространением христианства и ислама традиционные языческие амулеты, они потихоньку обретают новую функцию в новых культурах. То есть помимо крестика, который раньше был архом, может быть, украшением, он становится символом христианской культуры. В странах ислама, несмотря на некоторые религиозные запреты, все равно древние амулеты, они остаются. Например, разнообразные пасты, которые используются с запахом для привлечения к себе добрых сил. Или разнообразные бусы для молодых жен, которые должны хорить верность своему мужу. А также разнообразные ароматические пасты, они делают совершенно из разных вещей, вроде бы как и несовместимых. Вот, например, рецепт одной пасты. Это порошок мускуса, мускатный орех, тертый серый янтарь, древесинное алоэ, сандаловое дерево, сухие лепестки роз, голубиная кровь и мозги воробья. То есть амулет глаз Аллаха – это белый шарик с цветным зрачком и стеклом, а тоже используется для отвода дурного глаза. Живучие языческие традиции следствуют о том, что люди до сих пор верят в то или иное влияние каких-либо предметов на их жизнь. Например, в США полно разнообразных амулетов-талисманов со всех сторон мира. Именно там, особенно в Нью-Йорке, можно разнообразным талисманом пройтись по большой улице и купить разных стран совершенно. То есть как Виктория Аки и Класси, с другой стороны можно купить. Столицы мира. Да, столицы. Ну, все, что можно. И потом это многие культуры, как вот хиппи, они позаимствовали из многих других культур свои какие-то вот такие фенечки. Они несут определенный смысл. То есть там культ солнца и всего прочего. Ну, мы говорили уже о таких вот вещах. Теперь мы, наверное, коснемся священных предметов, таких вот определенных. Вот на протяжении тысячелетий люди пытались как-то сделать сакральные предметы, обстановку и утварь в Доме Бога. Самыми прекрасными предметами на свете. Потому что, ну, считалось, что как бы все в мире Бога прекрасно, а храм Божий — это отражение мира Божьего на земле. Ну, и поэтому необходимо было очень как бы вкладывать в искусство большие средства для развития вот такой церковной утвари. Именно вся современная, пожалуй, европейская культура, она впоследствии вышла из храмовой культуры, на мой взгляд. То есть такая очень красивая. Ну, да, это единственный был спонсор, так сказать, крупный такой спонсор художников, архитекторов. Да, вот он такой вот, ему в чем нужно было не просто там какое-то утилитарного назначения объекта, ему нужно было красивый, шикарный объект, чтобы было видно, что искусство. Вот, сакральные предметы, которые находятся в Доме Божьем, зачастую часто нарушают привычные законы физики. Часто мироточит иконы, у которых мир иногда поднимается не вниз, а вверх. Статуи католических Мадонны стекают кровью. А вот был более интересный, ну, еще интересный случай в Индии. Это 21 сентября 1995 года в индуистском храме Ганеши в Нью-Дели поставили жертву молоко в качестве жертвы за умерших перед мраморным изваянием божества с головой слона. Неожиданно слон потянулся хоботом к молоку и выпил все это молоко. И это происходило в разных храмах индуистских на территории совершенно разных стран. Это было и в Индии, Индонезии, Непал, Таиланд, Гонконг, Африка, Европе, Америке, Австралии. Пили мраморные, деревянные, пластмассовые такие. Это все зафиксировано было на пленке. Один даже вот такой предмет выпил 20 литров молока. И только очень любопытно. Вообще в стенах храмов самых разных конфессий происходят всегда очень странные и необъяснимые вещи. Можно относиться к ним скептически, но так вот происходит. И вообще считается, что одним из первых таких показателей это служба в храме Соломона. Это век до нашей эры, когда все на стенах были расписаны животными, цветами, покров был очень красиво расшит цветами. Все это стало настоящими цветами и с настоящим покровом. То есть очень красиво. То есть как в раю. То есть был на минуту вернут утерянный рай, который люди утеряли. Возвращен. И как правило можно видеть, как часто тело человека может стать нетленным. То есть может стать как мощами. То есть стать могущественным. Ведь мощь это слово мощь, быть могущественным. Именно могущество таит в себе даже самый маленький ломкий кусочек, когда это живое страдавшее плоти, такого-либо святого. Потому что очень много в разных странах и городах кусочки кости какого-либо святого или даже одежды, в которую он мог ходить. Став мощами, такие вещи не обретают сакральную силу. Но как бы люди не пытались дискредитировать мощи, говорят, что вот там покрывают воском какие-либо мощевики. И все это, ну, вряд ли можно назвать всегда справедливым, потому что нетленные мощи существуют и во многих культурах. Ну, надо сказать, что вот некоторые ветви христианства, скажем, протестанты, они как-то с каким-то скепсисом, издевательским сомнением относятся к почитанию православными и католиками мощей. Они какие-то там находят у себя основания для того, что это нельзя почитать. Ну, и это известно, иконоборчество, борьба с мощами, это было известно и в наших вот этих вот кафолических религиях. Ну, просто можно сказать, что каждый верит в то, что ему нравится верить. Ну, да. И не надо задирать другие религии. Ну, да. В принципе, по большому счету. Надо жить со всеми мирно, пытаться научиться чему-то хорошему. Если каждая из религий как-то вот пришла к Богу, значит, ну, уважай их, не переделывай, не переучивай. Вот, например, мощь есть не только в христианских культурах, но и в культурах, например, буддизма. В столице Шри-Ланки возносятся к небу молитвы зубы Будды. К этому зубу хранятся она в специальной дарохранительнице, в месте, где находится власть. И к нему приходят тысячи людей поклониться, попросить здоровья, благоденствия. В Турине хранится, наверное, самая главная христианская святыня, это Туринская плащаница. Там запечатлено как бы тело Иисуса Христа, оно все измучено. Причем, как оно было запечатлено, до сих пор неизвестно. Давайте посмотрим, по-моему, кусочек Туринской плащаницы. Это как вот такой первый, наверное, ну, первая фотография. Она нарисована, тут, к сожалению, она достаточно маленькая, и, говорит, очень эффектно это выглядит, если в негативном изображении. Да, вот эти вот такие треугольнички, это, на самом деле, места, где она была сложена, Туринская плащаница, на ней, значит, так вот, как в разворот, да, изображение со всех сторон очки. Я видела ее очень в негативе, очень красиво, очень эффектно. То есть там видно, действительно, человек. И пытаются, конечно, объяснить, там, необъяснимый, но... Ну, в общем-то, подлинностью ее, в общем, практически не вызывает сомнений. Да, когда была проблема с, по-моему, каким-то анализом этой плащаницы, оказалось, что за несколько дней там был пожар. Ну, да, там был анализ с этим, связанный с оценкой возраста по углеродным. Да, но тогда признан, что анализ... Но она была чуть моложе, как показалось. Ну, одни из этого делают выводы, что, значит, вся у нас, так сказать, датировка в истории неправильна. Знаете, такое есть, так сказать, течение, вот, академик, так сказать, Фоменко его возглавляет. Вот, изменения, исправления датировки. Ну, датировка, безусловно, не совсем точна. На мой взгляд, академик Фоменко, конечно, уже ученый. Ну, трудно сказать, не надо трогать академиков, ради бога. Ну, возможно. Ради бога. Воробей выше голубя не летает. Ну, это да. Образные составляющие современной христианского богослужения формировались реками, и вообще они имеют большое символическое значение, несут большую сущность. То есть, вот, например, просворка, она состоит из двух частей, верхней и нижней. То есть, это как двоичную природу Христа, человеческую и божественную. Также не стоит забывать, что в России просворка, она делается из хлеба одушевленного, хлеба квасного, то есть, заквашенного. То есть, как бы в него проникает дух Божий. И сверху делается, ну, обычно такой, как бы, ну, штамп. Ставится, что Иисус Христос. В европейской же традиции используется обладка, то есть, хлеб пресный, который, ну, не дрожжевой. Также часто используется ложечка для причащения в православной церкви. Почему? Потому что раньше давали отпить из чаши, то есть, которая символизировала кровь Христову, и давали просворку. Мужчина в руки, женщина давали на платок. Но одна женщина, считается, она унесла вот этот вот кусочек тела Христова, как бы кусочек просворки на себе дому, чтобы заняться колдовством и ведовством. И поэтому один из тогда священников, Иоанн Златоуст, он сказал, что должна быть лжица, ложечка, которая будет посредником между Богом и человеком. И поэтому сейчас уже колдуют сразу вместе с кусочком хлеба и вина. То есть, это было такое вот сделано, чтобы не... Ну, это известное дело. Колдуны любят по церквям ходить и собирать там, скажем, воск для своих каких-то колдовских дел. Ну, да. Есть такие люди, которые до сих пор считают, что они считают себя колдунами. Ну, да, по этому поводу. Но, по-моему... Ну, да. Ну, они так себя считают, чтобы им не увлекаться. В чашу потерь вливается именно красное вино, потому что, считается, на Тайный вечер использовалось именно красное вино. Используются также святые дары, так называются вот вино и хлеб. Накрываются они специальным, ну, как платом. Его... То есть, давайте посмотрим его у нас, возможно его сделать. То есть, это такие крестообразные покровы. Они накрывают чашу. Иногда бывают большие покровы, которые заворачивают... Ну, как бы весь вот такой потерь. Называется воздухом. Воздухом он олицетворяет небо... Воздухом, а не воздухом, а воздух, да? Олицетворяет небо, когда сияет рождественская звезда. И, ну, как бы вместе все покровы, память о рождественских и погребальных пеленах. Наряду с покровами... Вот это вот что такое вот тут? А это вот такое, ну... А, это то, чем накрывают чашу с причастием. Да, плат. Плат, да. Наряду с покровами для защиты даров, а также для прохлады во время богослужения используются апахала, рапиды. В древности их делали из перьев, как, ну, птиц красивых, и называли их перьями ангелов. То есть, что это перья ангел. А сейчас уже делают просто такие, ну, металлические вещи, и там просто изображают шестикрылых серафимов. Между дискосом и покровом дискоса, это тарелка такая вот, помещают, ну, звездицу, стоящую из двух металлических скрепленных полос. И середине с винтом, чтобы их можно было сложить или раздвинуть крестообразно. Вот эта звездица, она символизирует звезду, что привела к новорожденному Христу волхвов, которые должны ему поклониться. И крест необходим для того, чтобы покров не касался святых даров и не сдвигал их с места. Вот эта вот глядится, да? Да. Литургию нельзя совершать без анти-минос. Это освященная архиереем шелкового плата с изображением положения в гроб, Христа в гроб, обязательно с частицей мощей какого-либо святого. Это является необходимым таким элементом православной литургии совершения. И при богослужении в христианских храмах применяет кадила, которая кадится ладаном. Вообще священник перед началом, например, вечерней службы, он обходит в молчании весь храм, ну, как бы, кадя очень приятным ароматом. Это делается из библейских традиций, потому что это символизирует, когда до Господень в одиночестве, до создания всех времен летал над водами. То есть, вообще, служба в храме такая, она глубоко символична в христианском, это вроде своего рода театр. И вообще, вот, считается, что это один из источников современного театра. Это пересказ, скорее, Библии. Ну да, ну вот пересказ такими вот символичными. А вот вместо таких вот курителей, ну, могли использовать такие курительницы, которые в церкви, чтобы на протяжении всей службы оскуривались. Свечи. Вообще, свечи, они потрясающе интересны, их появление. Одна свеча, она символизирует единство Троицы, если она ставится перед иконой Иисуса Христу, или просто жертву какому-либо святому. Если вы ставите перед две свечи, две свечи, бывают такие двойные подсвечники, это сущность божественная и сущность человеческая Иисуса Христа. Три свечи, это как бы сущность Троицы, а двенадцать свечи, это апостольская как бы сущность. И последняя, когда много свечей, ну, это просто как бы много жертв. Также бывает, над церковью висит большая такая как бы люстра, она называется паникодил, оно подавляется звездам на небосводе. Бывает большой паникодил, а бывает малый паникодил, то есть в зависимости от размера. И еще, конечно, там определенное количество свечей, но сейчас свечи, они заменены такими лампочками, то есть не вроде как свеча, а вроде и лампа. Потому что все-таки достаточно тяжело. Хотя вот и в храме никогда не бывает проблем с освещением, даже если случается перебой с электричеством, то всегда от подсвечников хватает света, чтобы вести службу. Это я вот как говорю человеку, бывавшую, когда отключали в храмах свет. Четки они служат для отсчитывания молитв. Вот, например, католические четки получили название Розари, потому что, перебирая их, нужно прочесть Розари 15 раз, 10-кратно повторить молитву Авы Марии. Крест – одно из основных христианских символов, как я уже говорила. Это как бы символ, которым Иисус Христос победил дьявола и смерть. И, ну, давайте посмотрим, у нас здесь на картине, это, видимо, католическое какое-то вот такое изображение. Это дарохранительница. Ну, может быть, и, скажем, нет, это, пожалуй, московского. Да, это у нас такие тоже использовались. Это необходимо для переноса даров, например, причащение больного, вот такую дарохранительницу, ну, может, победнее, до сих пор кладут священники, идут в больницу, куда-либо причащать больного человека. А вот это вот крест, это причем Георгия Великого, реликвари, там вот хранятся реликвии определенные. Видимо, там хранятся мощи чеки, да? И причем такие кресты не были в Европе распространены очень ярко, и вообще элементы таких вот... А вот крест-мощевик, это вот такой, да, или другой? Да, да, мог и такой быть. Это вот Харукф, это в России, это 18 век, несли Харукфы, да. А это уже буддизм. Это буддизм? Да, это уже буддизм. Вот в буддизме существует очень много направлений течения, пожалуй, больше, чем в современном христианстве. И поэтому, как бы, вот это мандала, буддистская модель Вселенной. То есть слово мандала, оно имеет происхождение из санскрита, имеет целый ряд толкований, в том числе имеет определение жертвенного блюда, круговую повязку, вид змей и собрание окрестных городов. Однако в тибетском и монгольском языке оно употребляется только как религиозный термин. Мандалы изготавливают из различных материалов, дерева, камня, глины, выкладывают из зерна и других жертвенных даров. Ну, вот это, например, по-моему, сделано из ткани. Есть храм, построенный в виде мандалов. В частности, знаменитый индийский храм Боробдур. Мандалы, она представляет круг, куда вписаны квадраты. Он делится вообще на пять частей. И цвет, он обозначает определенную сторону света. Обычно посередине находится Будда или Бодхисава, или какой-то элемент, говорящий о Будде или о Бодхисаве. Вообще, посещая буддистский храм, люди обходят один за другим огромные барабаны. Их можно поворачивать. Вообще-таки барабаны, они около двух с половиной метров в высоту и двух метров в диаметре. В этих барабанах находятся молитвы. Вращая барабан, человек произносит эти молитвы. Бывают маленькие ручные барабаны. Давайте посмотрим, у нас по мне здесь еще мандалы. И вот маленький барабан. Давайте посмотрим. И небольшая мандала, то есть сделана из зерен и специи. Вот такой молитвенный цилиндр он даже. Вот он поворачивается вокруг своей оси. Еще существует такое понятие, как ваджара. Это молния. Оно изначально обозначало оружие, сделанное из золота или из бронзы. Однако потом это уже приняло религиозный смысл, переводилось как удар молнии. Это атрибут многих Будды, Бодхисав. Часто, например, определенный Будды держит на уровне своей груди. Статуя Будды. Определенный Будды мне очень нравится. Колокольчик. Колокольчик дельбао. То есть русское слово дельбать или дергать. То есть оно прошло именно от этого слова дельбао. Дербать. Дербать, да. Дербать. То есть такой очень мерный звук он происходит. И когда колокольчик находится, он соединяет часто такой молитвенный барабан и колокольчик. Это как бы единство всемирного начала. Это гармония мужского и женского начала. А, кстати говоря, насколько я понимаю, в классической версии буддизма там понятие Бога вообще отсутствует. Да. А есть какие-то еще другие версии, где они так привнесли целый пантеон. До VI века буддизм оставался исключительно философией. Как такими практиками медицинскими он был. Медицинскими, духовными практиками. Там Бога не было. В конце, после, видимо, необходимо было. Не все могли понять тот тонкий уровень буддизма. Вот этот впадение нирвана. Все было очень сложно. Это гораздо сложнее, чем пытаются донести разнообразные сектанты. Все это очень сложно. Это надо быть достаточно интеллектуальным человеком, чтобы это понять. И поэтому были введены такие более упрощенные методы буддизма, те, которые дошли, конечно, до американских, до европейских вещей. Ну и до простых, рядовых, восточных людей. Большинство из собой не несут того. Ну, до восточных людей еще, может быть, что-то дошло. А вот до европейцев уже дошли такие переваренные, переваренные, такие отработанные элементы буддизма. В принципе, европеизированный буддизм, я еще раз повторю, нельзя европеизировать. Это просто такая восточная, чтобы понять восточную культуру, надо понять буддизм наоборот. Кстати, в китайском языке у них нет слова «религия». Вот любая религия у них обозначается словом «учение». То есть буддизм – это учение, христианство – это учение. Вот у них так называется. То есть у них самого слова «религия» у них просто нет. Его невозможно перевести. Вот мы понимаем «религия», значит, Богу молиться. У них учение. Что это? Учение Карла Маркса, учение Мао Цзэдуна, учение Дэн Сяопина. У них так в дипломе пишется, значит, как предмет, значит, «идеи Мао Цзэдуна», «идеи Дэн Сяопина». Отлично. Также в буддизме существуют определенные еще дополнительные такие священные вещи. Например, ходаки – это небольшие кусочки шелковой материи, белого или шафранового цвета. Они повязываются на статую, либо дарятся своему наставнику-учителю. После, если учитель возвращает этот подарок, то это могло быть таким очень хорошим подарком, который необходимо было хранить. Также использовались и четки в буддизме разнообразные, и ступа. Ступа – это такой определенный вид храма. Это первое и самое важное культовое сооружение в буддизме, которое необходимо было всегда почитать. Откуда пошло выражение ступа? Будда, когда его спросили, где он хотел быть похороненцем, свернул свой плащ в виде конуса и сверху поставил чашку для риса. И такие ступы, они, ну, бывали города, где были тысячи ступ, сейчас уже, конечно, их гораздо меньше. Но когда строится ступа, у ее основания зачастую закладывается какой-либо сакральный предмет. В буддистских храмах часто употребляются вообще природные элементы. Например, в качестве трубы, в качестве сбора для подъяний используется, может использоваться ракушка. Ну, теперь перейдем еще к одной такой религии – это иудаизм. Иудеи, вообще, они с поколем веков жили достаточно обособленными общинами, и поэтому иудаизм, мне кажется, он меньше всего испытал на себе таких вот наслоений инородных, и пронес через тысячелетия в таком первозданном виде. Хотя, хотя, конечно, расколы в иудаизме есть и сейчас. Ну, разнообразие. Существует разнообразие, разнообразие, такие определенные разнообразие, совсем уж люди отделившиеся. Нас учили, меня учили так, что вот в эпоху раннего христианства, первоначальное христианство было одним из многочисленных, так меня учили, одним из многочисленных, ну, так сказать, ответвлений, разветвлений внутри иудаизма, которому, в общем-то говоря, ко всем этим своим многочисленным течениям, по сути дела, философским, да, в иудаизм относились достаточно спокойно, как это сказать, корректно, да. Ну, да, в принципе, «Высший святильный народ» — это знак его нерасторжимого союза с Богом. Это Тора, вот я зачитаю, с чего она состоит. Да, это 613 заповедей, 248 наказов и 365 запретов. Это закон данного Моисея на горе Синай, изложение истории народов. В Тору входят книги «Берешит», «Шмот», «Ваикра», «Бемидбар» и «Дворим». Первые пять книг Библии, которые повествуют о сотворении мира и сотворении человека. В книге «Исходы» сказано, что Бог явился в Моисею и заключил с ним договор-завет. Изложены 10 заповедей. Кстати, элементы библейских книг можно найти и в египетских текстах, в которых отражается семантическая конструкция еврейского языка. Например, «Я есмь сущий» — так говорит один из богов египетских, из главных богов. То есть его никогда не называли в Египте по имени. Это очень интересно. Один главный бог, он вроде как ни на мир не влиял, но он был главный над всеми богами. Хотя в Египте, я хочу повториться, что не было такого понятия, как «всеблагости Бога». Из-за больших проблем в самом внутри Египта, египтяне разочаровались в боге, в божественных силах, что считали, что боги не все благи, они не желают человеку добра. Это так было после сильнейшего религиозного раскола. И вообще раскола внутри страны, очень деление такого большого. Однако в иудейском, то есть даже как иудеи повлияли на египетскую такую определенную семантику. То есть сказать, что вот эту идею принесли туда египтянам иудеи, да? Ну, возможно, они же долгое время находились, иудеи, под рабством египтян. Поэтому и там, и там они взаимные проникновения очень сильно происходило. Египтяне вообще были большие любители ассимилировать под себя чужие культуры, что-то новое для себя брать и что-то новое давать другим. Да, это было в том числе как появление такого, ну, египетского стиля впоследствии в античных каких-то вот строениях. Ну да, просто Египет был популярен очень вообще. Ну, египетские кабинеты есть вот и в дворцах, значит, русских императоров. Ну да. Кстати, это такой был стиль, да? Египетский зал в какой-нибудь бане там, например, это запросто. Основной, один из главных атрибутов символов – это храмовый семисвечник Минора. Согласно Торе, как бы, ее описание и правила изготовления были даны Богом Моисею. И вообще, как бы, это семь свечей, которые стоят в одной плоскости. И зажигается он на еврейский самый главный праздник, на хануку. Вот она когда ханука, когда кто-то говорит хануку. Вот, к сожалению, я точно не знаю, как вот ее правильно говорить. И вообще, очень много легенд и событий, почему, откуда пошел этот подсвечник, идея о нем. Это связано, что в 164 году до нашей эры из Иерусалимского храма были выгнаны греко-сирийские войска, которые поставили там идол Зевсу и заставляли поклоняться евреев этому идолу. И когда было необходимо вести служебное богослужение, поняли, что осталось только один кувшин масла, который на семь дней не должно было хватить. Однако вот на семь дней хватило этого кувшина масла, и потом был сделан этот подсвечник, чтобы во время праздника были все семь свечей зажжены. То есть, каждая свеча... Кстати, вот эта символика семи свечника, она, по-моему, используется и в христианском богослужении, да? Ну, да, есть семи свечники. Есть, есть, которые символизируют семь благослужений. Уж такая преемственность, на самом деле, христианство, оно, в общем-то, очень многие идеи иудаизм это усвоило, присвоило. На что обвиняют иногда так вот, ну, что вот вы украли у нас Бога. Ну, все авраамические конфессии, в принципе, будь то мусульманство, сверху такой, сочинно, ортодоксальной форме, будь то иудаизм или христианство, они все друг друга очень многое посаимствовали, в принципе. То есть, как бы были преемниками друг друга. Я, по крайней мере, вот в христианских текстах не нашел опровержения такого утверждения, что вот евреи-то Богом избранный народ, Бог их избрал для того, чтобы через них проповедовать. Даже более скажу, что, по-моему, в Коране написано, что необходимо удружить с людьми книги, то есть с теми людьми, которые, ну, единобожие проповедуют. Во всяком случае, так, при контакте, значит, с немусульманами, говорят, такие вот интеллигентные мусульмане, они вот рассказывают обязательно, извлекают на поверхности, из истории, ну, в плане, так сказать, дружбы народов. В советское время это было принято, да, но мы часто ездили туда, в командировку, а не к нам, ну, соответственно, экскурсии, осмотры, объяснения, разборы культурных, так сказать, похожестей, разнообразий культурных традиций. Все-таки вот этот, как это называется, феномен или феномен советской интеллигенции, это была интересная вещь, она действительно была многонациональная, помогала взаимообогащению. Ну, сейчас мы стали иностранцами друг для друга, так как-то вот так. Ну, так, к сожалению, мы сейчас можете сказать о такой проблеме, как эксплуатация религиозных символов различных народов в целях обогащения или в целях создания каких-либо новых религий. Это, конечно, очень тяжело, очень неприятно, например, там, торговля священными какими-либо предметами, которые происходят, там, какие-то попытки продажи воды какой-то очень дорогой, привезенной из-за океана, что там, она там особыми свойствами обладает, но это часто пользуются сектантами. А не из реки Иордан? Там какие-то особо чистые источники заряженные какой-то силы, какие-то там 12-ти будут. Ну, это вообще к мировым религиям-то, по-моему, не очень относится или относится все-таки? Ну, они как-то порезитируют на этих мировых религиях. Порезитируют. Порезитируют и разнообразно. Современные определения, они, конечно, связаны. Ну, это всегда, как-то сказать, вот разного рода источники, вот так вот исторически они часто очень служили, ну, основой благосостояния монастырей. Вот монастырь основывается на месте некого источника, ну, во-первых, источник сам по себе очень важен, как источник воды для монастыря, для монастырской братии. А с другой стороны, с другой стороны, значит, он может запросто оказаться обладать целебными свойствами, да? Ну, и поэтому, значит, паломники, которые туда, значит, являются, это вот лечиться от всех болезней, там, поклониться святыням, они приносят в монастыре прибыль определенную. Ну, понимаете, по идее, вот такая вода должна, она давалась бесплатно всегда, то есть там пожертвы не могли оставать. А сейчас вот такая вот продажа, там, например, красных вот этих вот ниточек, которые каббалистические в Америке, там, за 30 долларов, такая ниточка, ну... Ну, ведь покупают же. Ну, покупают. Какая прибыль-то, ниточку за 30 долларов, а? Ну, вообще, считается, что вот это ортодоксальные представители религии, считается, что это просто паразитируется на их конфессии, как бы такой в стиле поп, религии в стиле поп, что кто-нибудь не может не расстраивать. Я не могу спросить для разговора, так сказать, настоящего раввина на эту тему, но, как назло, тот день был в субботу, и это просто было, когда съемки были на эту тему у нас, и вот... Вот ортодоксальные... От нее там все старательно открещиваются. Причем все, да. Она очень интересная, она йогу смешивает, там, какие-то камни, она носит какой-то камень там с собой, любитель камней. Ну, она очень большое явление массовой культуры, ей нельзя отказать в популярности, действительно, как гениальности, наверное, своего рода. Продажи своего собственного имени. Она же не математика, она же билец шоумен. Ну, возможно. Такие вот дела. Ну, вот поговорили мы о вещах, которые имеют отношение к мировым религиям. Да, вот почему-то у нас не попались к нам вещи, имеющие отношение к исламу. Вот, ну, как-то вот так вот получилось почему-то, да. Хотя, в общем-то, ислам у нас больше связан с архитектурой, да. Ну, да. Четки, четки в исламе, да. Да, четки, книги. Икон у них нет. Да, книги, ну, книги, вроде как у всех книги. Да. Да, ковры, книги. Нет, ну, если говорить, там, у исламских религий много разнообразных вещей, но просто вот так получилось, что затронули. Ну, так уж получилось. Ну, пожалуй, самым просто экзотичным, мне кажется, вот являются вот эти вот, ну, вещи такие необычные. Лучше не рассказать вообще, чем рассказать неправильно, да? Да. Ну, ладно, всего доброго вам. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...